МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, мы готовились к этому очень долго, и слава богу, что сегодня это мероприятие проходит и состоялось. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Мы ожидали, что будет много людей, и так случилось. Все, что мы делаем, делаем для болельщиков, и сегодня все активности, которые есть на арене, сегодня все наши спонсоры, которые участвуют вместе с клубом, сделали для болельщиков и для клуба большой подарок. Этот праздник, я думаю, у нас станет традиционным, и с года в год мы будем его проводить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настроение вообще супер, все нравится, все круто. Спасибо организаторам, все устраивает. Пожелания команде, игрокам, я так понимаю, что являетесь преданным болельщикам. Ну, побед, выход, ну, кубок получить. Юля, а что чаще всего просит рисовать? Ну, хитрого лицу, злого. Злого? Да, ну, он злой, потому что ему надо, у него впереди игра, борьба, поэтому он злой. Ему, наверное, надо выходить и обыгрывать всех. Да, да. Сколько еще готово нарисовать лицев за сегодня? Ну, можно добавить краски и еще до самого закрытия. Ну, тысяча, две тысячи. Ой, боже мой. Ну, я думаю, тысяча. Удавался, никто не сегодня не решился? Ну, был человек, пытался, да, мы отрисовали пару рисунков, даже ребенку нарисовали лисенка вот этого вот. Как бы, ну, в принципе, все нормально. Что у хоккеистов сейчас самое модное, ты знаешь, вот в плане бороды? На самом деле, хоккеисты бороду не бреют, но оформляют. Модного у них, как правило, особо нету. Я знаю, потому что я с некоторыми из них работаю. Они всегда просят короткую, удобную, стильную стрижку, полуспортивную, но при этом, чтобы длина оставалась. То есть, это надо вот совместить и там, и тут. Поэтому, ну, и надо понимать, что же хоккеисты, они же как бы создатели моды. Все же на них смотрят. Так как они подстрижены, вот это и есть мода. Ну, а мне что-нибудь с бородой, как хоккеисты, сделаешь? Конечно, сделаю. Легко делал, погнали. Самое главное, что, повторюсь еще раз, мы хотим сделать его традиционный. То есть, те болельщики, абонеменщики, которые ежегодно участвуют в жизни клуба, кто болеет за клуб на трибунах, кто отдает частичку своего сердца, своего огня. В этом году мы работаем под хэштегом, вы, наверное, знаете уже, «Братья по огню», да. Мы взяли его из гимна нашего города, знаменитой песни. И этот хэштег, как никогда, считай, удачно объединяет в себе и работу комбината, и работу города, и работу команды, и работу болельщиков, именно работу болельщиков, которые, не сидя себя, поддерживают команду. Поэтому фестиваль «Братья по огню» в полном разгаре. Мы будем стараться делать еще лучше. Я «Металлург», доменщик. Они к нам приезжали в гости, в доменный цех. Я с ними там общался. Обалденно. Если бы они еще были бы живые, рядышком сидели, я бы с ними еще пообщался. Молодцы ребята стараются. Мы тоже стараемся в доменную цеху. Мазяка, я бы с тобой выпил бы. Действительно, площадка очень интересная, активности много. Мы видим, вы сами видите, сколько людей у нас везде участвует. Мы подарки раздаем и даем возможность людям фотографироваться, распечатываем фотографии, прямые трансляции, ведем спортивных мероприятий. И ключевое, то что мы даем возможность людям подключиться на тариф ММК. Это уникальное предложение, которое мы в рамках сотрудничества разработали для болельщиков, для сотрудников ПАО ММК и их семей. И вот то количество людей, которое подключается, говорит о том, что тариф действительно крутой. Не, очень много активности, да. И для любителей автомобилей это обязательно Сильвер Авто с легендарным таким брендом Нива, Нива Бронта, которая, конечно, удивила вживую немножко такая мощная машина. Это и, конечно, компания Мегафон. Наш новый спонсор, титульный спонсор, который, я считаю, делает для болельщиков огромные привилегии. В том числе, вот сегодня раздаются карты, которые позволят любому болельщику смотреть в прямом эфире игры всей нашей команды, именно в прямом эфире. Это и очень много других наших спонсоров. Это компания Стопудов, пивная компания, которая выиграла в этом году тендер вместе с Хагелем. Ты находишься в такой лаунж-зоне, да, отдыхаешь, заряжаешь телефон и, наверное, как человек, который активный в соцсетях, да, тестишь интернет. Вот расскажи, что дает Мегафон, что уже удалось протестировать, насколько хорошо все работает. Ну, попробовали Wi-Fi, подключили. В принципе, скорость хорошая. Скорость идет, и страницы прогружают, и видео, и музыку можно прослушать. Ну, подключайтесь к Мегафону, попробуйте, хорошая связь. Фестиваль «Братья по огню» на самом деле объединяет самые разные слои болельщиков. И молодежь, и более взрослых людей, и, наверное, те болельщики, которые болеют за магнитку давно, помнят, как не было ни социальных сетей, ни каких-то гаджетов, ничего-то виртуального, а свои мысли и эмоции выражали вот так вот просто, на стене, на баннере, не на той стене, которая в социальной сети, а на самой, что ни на есть живой. И вот такой баннер, который называется «Братья по огню», это одна из зон большого фестиваля. И каких пожеланий здесь только нет. «Металлург-чемпион», «Удачи в сезоне», «Побед», «Поменьше травмы», «Личные какие-то пожелания игрокам» – все есть здесь, на этой стене. Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо и не оставить своего пожелания прямо здесь. Настроение супер. Первый раз попал на такой праздник. Действительно, посмотреть изнутри, посмотреть, реально, с чего покрытие сделано. Можно поиграть самому, можно посмотреть на… просто посидеть на машине, которая заказывает. У меня вот у Тимофея это просто была мечта. Посмотреть, как шу покрутить там, пошевелить. Ну, конечно, классно. Что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось на машине сидеть. Что это за технология? Что это вообще за аттракцион? Это HTC Vive, работает от компьютера. Технологии, виртуальные очки, получается, такого полного. Ну, игра была достаточно интересная, но маловато. Но где-то полбил, где-то 70% отбил, 30% пропустил. Как-то так. Ну, это хороший показатель для вратаря. Да, да, да. Ну, нет, не очень хороший. В КХЛ надо от 90%. Этот показатель можно увидеть у Игоря Шестеркина и у Василия Кошечкина. Ну, ты лучше, чем Василий Кошечкин сыграл или нет? Я думаю, хуже. И у Василия Кошечкина, у него габариты большие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настроение идеальное, все хорошо. Я очень приятно удивлен организацией всего этого процесса, потому что в Магнитогорске, насколько я знаю, впервые такое мероприятие. Я побывал в таких мероприятиях в других городах, в Москве, в Питере. Вот в Магнитогорске в первый раз, я считаю, что первый блин не комом. Настроение отлично, и мне здесь очень нравится. Что бы ты пожелал хоккеистам «Металлургам»? Я бы им пожелал удачи в этом сезоне, чтобы они всегда выигрывали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы город необычный, мы клуб необычный. Мы, скажем так, показываем пример, наверное, всем другим клубам и, прежде всего, наши болельщики, как надо болеть за любимую команду, как надо ее поддерживать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА